Для того, чтобы ортопеду было легче спротезировать. Конечно же, все специалисты нужны, такие как парадонтолог, терапевт, эндотонтист, имплантолог, хирург. Но все-таки ключевыми специалистами, которые будут вести пациенты от начала до конца, есть те, кто написан не в центре. Также у нас есть междисциплинарная медицина. Вот я на этом остановлюсь немножечко дальше, какое влияние имеет общего характера проблемы с общей медициной на нашу стоматологическую сферу. Мы можем сделать идеально все наши процедуры, но очень часто врачи, такие как лор, терапевт, невропатолог или же психотерапевт, они могут повлиять на наш процесс. Почему? Не всегда причина стоматологических заболеваний есть чисто стоматологическая. Очень часто мы нуждаемся в поддержке других специалистов, которые имеют огромное влияние на наш процесс. И в левом углу, конечно же, есть лаборатория. Как бы мы красиво не рассказывали пациенту, как бы мы не рассказали, какие у нас плоскости, какие углы, как мы вытащили эту ситуацию, ту или иную, конечно же, пациент принимает свою работу в конце года, в какой он себя принимает. Потому лаборатория играет важнейшую роль, и я могу сказать, что зубной техник имеет и в вашей команде огромное значение. Вот есть три пункта, такие как междисциплинарная медицина, лаборатория, междисциплинарная стоматология. В нашем первом же опроснике дальше я расскажу. У нас будет опросник по общему состоянию организма, когда мы будем вписывать всех наших, все наши разделы медицины, для того, чтобы для себя отметить, насколько случаи сложны. Лаборатория также имеет влияние на стоматологию междисциплинарную. Если правильно сделать кооперацию и работать в команде, оно тогда дает хороший и красивый результат. Диагностика в медицине и в стоматологии – это этическое, ответственное человеческое решение. Оно принимается человеком, инициирующим и проводящим терапию. И таким образом отмечает его или ее как человека, который несет окончательную ответственность. Сосиматический сбор данных. Первичная консультация. Я поставил специально три знака восписательных только для того, что это очень важный момент, когда вы первый раз встречаетесь с пациентом, и ваша задача – понять основную жалобу и для себя как-то предварительно в голове определить, насколько глубоко надо копать, насколько глубоко надо пациента понимать, и следовать для того, чтобы потом легко построить диагноз и после диагноза план лечения. Туда также входят дополнительные диагностические процедуры, такие как КТ, МРТ, и, конечно же, в сильно сложных случаях – это междисциплинарная коммуникация, которая будет содействовать врачи с общей медициной. Логическое построение диагноза формируется на сборе данных всех нуждающихся этапов диагностики индивидуально для каждого пациента. Стандартизованные диагностические обследования выявляют индивидуальные особенности, которые в дальнейшем объединяют, рассматривают и дагностируют. Вам нужно собрать много разных данных, с которыми вы позже будете работать, и, к сожалению, оно занимает не так мало времени. Цель всех этих процессов – они направлены на благополучный результат для пациента. Итак, на первичной консультации, которая проходит в персональной беседе с пациентом, причем лично, находим первые клинические детали и классифицируем случай по степени сложности. Выстраиваем основу взаимоотношений и доверие врач-пациент, которые являются необходимой при лечении. Первичная консультация и ее цели – оцендификация основной жалобы. Наличие симптомов, истории жалоб и заболеваний, сопутствующие заболевания, прием медикаментов и другое немаловажно. Конечно же, общий взор системы организма. Мышечная пальпация, которая дает возможность сравнить субъективно и объективно, насколько пациент преувеличивает свои проблемы или, наоборот, недооценивает. Заболевания состава, которые могут происходить от центральной нервной системы. И, конечно же, окклюзионный индекс, который дает возможность субъективно и объективно оценить состояние пациента и понять, стоит ли приступать к процессу лечения. Итак, начнем коротко с формы. Первичный опросник у нас, как видите… Сейчас я возьму указку. У нас есть основная жалоба, которую мы записываем, пациент, его дата. Также у нас есть общий медицинский анализ, где мы отмечаем проблемы общего характера с организмом. Дальше у нас есть дентальная история, где мы отмечаем вопросы, которые нас интересуют. И выходит окклюзионный индекс, где мы видим, насколько надо быстро принимать решение или же объективно оценить ситуацию. Также подтверждение, оценка пациента необходимости лечения, оценка психического состояния. И анамнез ортопедических реконструкций и ортентического лечения, или же анамнез хронических болей. На следующей странице нашего опросника есть мышечная пальпация, где врач должен уметь пропальпировать все анатомические ориентиры мышцы, также сустав жевательной мышцы, сустав мышцы постуры. Пациент сам отмечает в карточке, где у него, например, есть боли, где его беспокоят там или где-то в басанке или в других местах. И все это мы конспектируем себе вопросник для того, чтобы, имея на приеме в день трех или четырех пациентов, мы через четыре или пять дней могли себе в голове откатать, а с чем же пациент пришел. Потому что, когда вы это делаете систематически, оно никогда нигде не денется, и вы лишний раз для себя можете перепрочитать свой вопросник и понять, стоит ли приступать к этому первичному пациенту и какой ему нужен анализ дальше. Обязательно мы проверяем 12 черепно-мозговых нервов. Мы это учим у нас в венской школе, у нас есть разные упражнения, которые можем быстренько продиагностировать пациента. Также у нас есть зубной статус, где мы можем определить последовательность контактов, например, сколько расстояние между первым и последним контактом. Но это уже будет работа с моделями в артикуляторе, и мы просто сюда переносим для того, чтобы для себя понимать, насколько быстро надо принимать какие-то решения, или же ситуация подходит к тому, что нам надо просто пришлифовать какой-то один контакт, или этот один контакт есть в норме, а надо добавить все 28 зубов. Конечно же, это паронтологическая карта с правильной формулой зубов, где зубы живые, где мертвые, какие зубы отсутствуют, для того, чтобы возобновить это в памяти. Итак, когда мы принимаем решение на первичной консультации, что мы приняли решение сделать малый какой-то генетический анализ, мы объясняем это пациенту, если он на это соглашается, мы приступаем к каким-то процедурам. Сюда входит, как вы видите, фото лица, опросник мы уже сделали, окклюзиограмма, воск – это быстро, я дальше покажу и объясню, для чего он делается, отиски, изготовление моделей, гипсовка в артикулятор до первого контакта, в центральном соотношении, или в привычной окклюзии, фото моделей в артикуляторе, работа с моделями в артикуляторе, определение последовательности контакта в статике, изготовление брукс-чекера, для того, чтобы проверить парофункцию, внутриротовой осмотр, конечно же, мы проводим, пронтологическую карту, как я уже показывал, показываем патологию твердых тканей, это протезы и другой инструментальный анализ КТ, туда входят и пронтальные снимки, панорамные, фронтальные рентгены суставов, и боковую проекцию черепа, и анализ всех нуждающихся рентгенов. Итак, первое – это фото лица, которое постоянно делается в одном и том же протоколе, это тоже важный момент, который делается на правильном расстоянии, делается так, чтобы не было теней, потому что в процессе вашего лечения, возможно, таких снимков надо будет делать несколько, в разных этапах лечения. Если вы делаете все в одинаковом протоколе, вы не ищете со ста или с тысячи каких-то фотографий, то, что вам надо найти, и тогда у вас проходит какой-то протокол, на который вы все время смотрите, и очень легко это объяснить, например, коллегам, с которыми вы будете коммуницировать, или объяснить этот же кемлический случай. Конечно же, фото лица с улыбкой, также анализ положения головы, такие есть наклоны, линия зрачков, ушная линия. Также вы можете отмечать сразу же, специально я взял такой случай, чтобы сразу можно было продемонстрировать, насколько есть разные отклонения, и сразу визуально видно, насколько есть асимметрия, работа одной стороной, или же какие-то асимметрии скелетные, которые надо будет учесть в процессе протезирования или лечения. Обязательно, конечно, это внутриротовые фотографии, которые имеют огромное значение, потому что вы можете очень быстро для себя понять и для коллег, разослав такую, например, презентацию или хотите с кем-то проконсультировать, вы всегда можете это отправить и быстро в протоколе понять, что там хорошо, что нет. Также вы можете увидеть, как проходит смещение, например, центральной линии, какая есть тертость, по какому классу соотношение зубов. Конечно же, фотографии в зеркало, которые дают возможность вам понять ширину арок верхней и нижней и их соотношения между собой. В этот же визит вы можете снять оттиски для того, чтобы подготовить модели, которые надо будет загипсовать в артикулятор. Скорее всего, в один визит это сделать будет сложно или же у вас здесь вы располагаете большим временем и тогда вы можете сделать в один визит и пациент может подождать. Но, как правило, снимаются оттиски и к следующему визиту вы подготавливаете специальную пластину для того, чтобы зарегистрировать центральное соотношение. И, используя лицевую анатомическую ДАГУ, среднеанатомическую, вы можете загипсовать верхнюю челюсть. И также, тут как раз демонстрация горизонтальной, сагитальной и фронтальной плоскости, вы видите положение верхней челюсти по отношению к основе черепа. Также, подгипсовав модели, вы должны обязательно сделать в артикуляторе его снимки для того, чтобы можно было вот это потом все сопоставить и посравнивать внутриротовые фотографии, фотографии моделей для того, чтобы можно было как-то воспроизвести и понять, что там хорошо, что плохо. И, как видите, вы можете увидеть по отношению к верхней рамке артикулятора, понять, какая, например, угол окклюзионной плоскости или же какое соотношение не только с внешней стороны, но и с внутренней стороны. Сейчас покажу. Вот если вы в руках просто держите модели без артикулятора, ваша плоскость не имеет, вы в пространстве не можете привязать обе челюсти к акции орбитальной плоскости или к черепу, вы не понимаете, какая плоскость, какой это класс. Но когда вы привязываете это все в артикулятор, у вас есть единая система координат, которая дает возможность понять соотношение через сей пространстве по отношению к черепу. И эти фото предназначены для анализа твердой и мягкой тканей полустирта, не дают понимания и размещения отношения к основу черепа, если просто держать фотографию. Вот, например, есть два разных пациента. Я специально слайд сада осата и всегда часто какие-то ориентиры на них наношу для того, чтобы было легче объяснить. И вот, например, положение верхней челюсти здесь, какое оно и какое оно здесь. Это практически параллельно к верхней рамке артикулятора, а это стоит под сильным углом. И вот для того, чтобы воспроизвести зубы вот таких двух разных людей не всегда получится это сделать корректно, потому мы должны индивидуально все и измерять, и гипсовать. Вот это положение верхней и нижней челюсти, только вид изнутри. Это, наверное, одна из единственных причин изготовления модели при диагностике. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы посмотреть, имеет ли каждый опорный зуб верхней челюсти одноименного антагониста. Правильно ли он приходит, или это истина тот класс, или тот дианос, которого вы видите. Это все должно быть в фото задокументировано, и эти данные надо собирать для того, чтобы в конце подтвердить то или иное диагноз. Следующий очень чудесный инструмент я люблю использовать сразу же в первом визите, для того, чтобы можно было для себя представить о динамической окклюзии, где есть контакты, например, в покое, и на каких зубах размыкается и происходит движение челюсти. Наша школа дает, сделает сильный фокус не только на внешнюю часть зубов, на десну, на зубы, и, конечно же, мы фокусируемся на жевательной поверхности зубов, которые для нас имеют огромное значение. Их соотношение, морфология этой жевательной поверхности, нёбных центральных резцов, верхушек нижних резцов. И, как правило, проблема начинается, когда человек не просто кусает верхний и нижний челюсть, а проблема начинается тогда, когда он начинает делать какие-то движения. И вот эти все углы и высота этих бугров, которые в норме, например, для маляра должна быть порядка 30 градусов, мы дальше, я объясню, можем рассчитать после проведения уже большого анализа. Но наша школа дает сильно огромный акцент на морфологию жевательной поверхности. Итак, для того, чтобы сделать вот эти вот эквизиограммы и понять, как работает данная жевательная система, мы делаем 5 разных движений. Это протрузия движения вперед, мы смотрим, на каких зубах размыкаются. Междубугрыковое соединение, это такой новый термин написано, ICP. Бруксизм, мы просим пациента посприготать легко зубами. Правая медиатрузия, это движение влево, и мы смотрим, как, например, нет ли контакта на задних зубах. Если он есть, что это может означать и сопоставить это на модели. И медиатрузия левая, это движение вправо, и мы смотрим, на каких зубах размыкаются. Ну, при этом мы должны понимать и норму, при каких классах и при каком соотношении на каких зубах должны размыкаться зубы. И, конечно же, бракшеггер, это тонкая пластинка, которая имеет такой пигмент, который вы одеваете на верхнюю и на нижнюю челюсть. Как правило, наверх мы одеваем в день, ночью, а наверх одеваем в день. И мы можем увидеть, как пациент использует свои зубы, например, во время сна, во время парафункций, во время глотания. И это чудесный инструмент, который вы можете использовать не только для диагностики, но и в средине лечения, и в конце лечения, особенно тогда, когда вы уже предложите пациенту какую-то оплюзию, которую он уже будет пользоваться с вашими расчетами совсем, и нет ли каких-то нежелательных контактов, например, движений. Конечно же, неотъемлемая часть ортодонтической, ортопедической функциональной стоматологии является цифалометрия. Это идеальный инструмент, я считаю, это неотъемлемый инструмент для стоматологов и для их ниже коммуникации. Этот расчет боковой проекции черепа дает вам очень быстро понять, с кем вы имеете дело, с каким скелетным соотношением, и какие вам надо использовать компенсационные механизмы для реализации и лечения этого пациента. Есть очень много авторов, по которым можно расшифровывать, но на самом деле нет большого значения, по кому вы расшифровываете. Как правило, лучше сопоставлять несколько авторов, потому что какой-то из измерений более важный в той или иной ситуации. Наша школа больше пользуется Славичиком и профессором Сдао Сато. Также у нас есть отправная плоскость, от которой мы отталкиваемся, и она у нас зеленого цвета. Это аксиорбитальная плоскость, которая видена параллельно верхней рамке артикулятора. Есть много авторов, есть и Камперовская плоскость, есть и Селаназион, есть Франкфуртская плоскость, которая проходит Порион и орбитали. Но в нашей школе мы всегда используем аксиорбитальную плоскость, при правильном расчерчении нашего пациента у нас формируются углы плоскости, которые мы потом измеряем. У нас есть параметры нормы и параметры отклонения, для того, чтобы понимать, насколько есть расхождение данного индивидула. Также у нас есть разные соотношения не только между челюстями, но и каждой челюсти по отношению к основе черепа и вариаций на самом деле сильно много для первых пациентов, для вторых и для третьих. Как вы видите, эта небольшая схемка объясняет, сколько из вариаций, например, верхней челюсти, сколько нижней и соотношение между ними. И как только вы расчерчите цех, вы можете понять, насколько случай сложный, насколько он экстремально отходит от параметра нормы или какая для него будет компенсация во время лечения. Это варианты дискнеки, которые есть. Итак, резюмируя малый функциональный анализ, у нас есть фото лица, у нас есть живой пациент, у нас есть боковая проекция черепа, у нас есть расшифровка боковой проекции черепа и привязка верхней челюсти и нижней челюсти к имитатору зубному, который называется артикулятор, который фиксируется верхней челюсти по анатомической лицевой дуге. Иногда бывает в простых случаях и при опроснике и судя по жалобам пациентов вам достаточно того, чтобы уже построить какой-то диагноз и сформировать какой-то план лечения. В сложных случаях иногда это бывает часто недостаточно, у пациента есть какие-то суставные проблемы или же хронические какие-то проблемы, для того, чтобы для себя перестраховаться, чтобы вы не сделали каких-то дурных неправильных вещей или же вещей, которые могут привести к грубым каким-то ошибкам нарушения плана лечения или же дискомфорта для пациента, мы рекомендуем делать все-таки большой функциональный анализ. Также на боковой проекции черепа вы можете измерить нижнюю треть лица. Это то, что нам дает только боковая проекция черепа, с помощью других обследований вы этого не сможете сделать. так боковая проекция черепа нам дает соотношение челюстей по первому, второму, третьему. Протрузия, рисуя, ретрузия, можете измерить межрестовый угол. И, конечно же, эти все параметры очень зависят от суставного ската пати, который у каждого человека есть индивидуальный. Кому-то он может подходить, а кому-то он может кардинально не подойти. И, конечно же, эквизионная плоскость, которая также зависит от суставного светального пути и цифровой расчет всех параметров для полноценного функционирования системы в динамике. Вот я специально сделал такой слайд с коллегами для того, чтобы визуально объяснить что мы имея видео секунду, сейчас сделаем боковую проекцию черепа, вы можете спокойно как-то виртуально пролечить пациента, не трогая его, правильно расставив все ориентиры, например, рисцы, как видите, маляры, для того, чтобы посмотреть и программа даст возможность вам сразу же понять изменения, например, инклинации рисков, или же поднятие экклюзионной плоскости, или же вертикализация пациента подходит к данному индивидууму, и сможете ли вы приступать к таким манипуляциям чисто стоматологически без каких-то ортохирургических вмешательств, и потом по всех авторах проверить, насколько вы близко подбираетесь к параметрам нормы для этого черепа. И медленно переходим к большому диагностическому анализу, который включает в себя кандилографию, анализ и интерпретацию кандилографии, наложение динамических параметров кандилографии в кейлерингенографию, гипсовка моделей по шарнирной оси, программинирование артикулятора и принуждение это МРТ и КТ. И только после этого мы выстраиваем наш диагноз план лечения. Итак, кандилография. Кандилография для чего она делается? Кандилография это инструментальный метод записи и записи движений нижней челюсти данной системе координат. Она нам дает возможность не только индивидуально запрограммировать артикулятор на пациента. Ну и, конечно же, сразу объективно оценить, есть ли нарушения в суставах, есть ли проблемы с мышцами, есть ли проблемы со связками. И это дает нам сразу объемное понятие, как нам двигаться дальше. Это такой непростой метод. Здесь нарисовано вид вид сбоку, вид сверху и вид с береги. И мы сразу одевая специальный такой электронный шлем, электронный девайс в области суставов записываем разные-разные функции нашего пациента, такие, как открывание, закрывание, глотание, речь, группсизм, сжимание зубов и много из протоколов, по которым мы можем это делать, но мы отмечаем, насколько здоровое положение имеет один и другой состав. И вот как раз привязав наше движение к координатной системе, которая есть синхронно и в боковой проекции черепа, и в артикуляторе, и в живом пациенте. И любые изменения наших зубов мы можем воспроизвести и посмотреть, где мы. Например, запрограммировав артикулятор, мы можем понять, например, что при движении влево у нас разлипает на заднем лиге, но это будет чисто поверить нашим артикуляторам. Это перемещение тела в пространстве, координатная система, которая полностью предлагаем нашей школе и нашим концертам, где профессор Славич сумел это заединить в одно и правильно рассчитать. Используя нашу кандилофосию, я сейчас покажу как сустав сверху. Видите, это непростой сустав, который имеет не только ротацию, но и трансляцию, это единственный сустав нашим скомбинированным. И вот так производится наше движение сустава и так проходит саписки. На каждом миллиметре меняется. Это движение, например, влево, движение вправо, метиллюгиотрезия и левое. И вот так вот такие графики мы учимся читать и после этого интерпретировать, которое дает возможность нам потом построить диагноз. Итак, если мы говорим о сложном большом функциональном анализе, у нас есть пациент, которому мы можем сделать боковую проекцию черепа. С помощью кондиолографии мы можем отметить нашу точку вращения, нашу шарнировую власть. Также мы можем загипсовать по индивидуальной шарнировой оси нашу модель и после этого, после такого большого диагноза, большого диагностического анализа, нам очень несложно будет понять, где есть нарушение от нормы и что мы можем предложить, какую окклюзию мы можем предложить данному пациенту. Конечно же, у нас есть много разных инструментов. Как видите, здесь есть боковая проекция черепа, здесь есть истинная лицевая дуга, которая имеет на себе координатную систему, которая потом переносится в артикулятор, гипсуется в артикулятор верхней чилиз по истинной лицевой дуге. Мы можем делать такие обследования, как измерение угола наклона верхнего резца лингвальной дорожки. Также мы получаем полностью настраиваемый артикулятор данного пациента. И резюме этого всего есть.